Неделю назад на новостных интернет-порталах мира появилась сенсационная новость о том, что в США в штате Пенсильвания за 48 часов высохло озеро. В статье привозятся различные возможные причины данного явления – от исчезновения воды в разломах земной коры до того, что воду похитили инопланетяне. Команда геоцентра решила разобраться, что же на самом деле стало причиной столь необычного события. Информация о событии была взята из видеоролика на ютубе. О том, как называется озеро и где именно оно расположено, почему-то умалчивается. И только при изучении комментариев к данному видео стало известно, что речь идет об озере Покона, расположенном в округе Монро в штате Пенсильвания. Люди, живущие рядом с этим озером, узнали его на фотографиях и объяснили, что на фото зафиксирована лишь северная часть озера, которая имеет тенденцию к осушению во время длительного отсутствия осадков, и это является обычным явлением для озера. На сегодняшний день информация о климатической обстановке в мире дается разрозненно и искаженно. И сознательно скрывается тот факт, что все нарастающие стихийные бедствия, происходящие по всему миру, несут огромную угрозу всему человечеству. Средства массовой информации умышленно за счет сенсаций уводят внимание людей, зацикливая их на страхе и негативе. Такие сенсации приводят к тому, что люди перестают доверять СМИ и в случае реальной опасности могут подвергнуть себя опасности. Нам всем не нужно быть пассивными потребителями негативного новостного потока. Ведь каждый человек способен самостоятельно разобраться в происходящих событиях, сопоставить факты и сделать соответствующие выводы. Если люди из разных стран начнут консолидироваться в решении разных вопросов и самостоятельно объединяться, независимо от национальности, вероисповедания, социального или иного статуса, вне политических и жреческих систем, направленных на разъединение людей, то вполне реально за короткий срок построить мировое общество созидания, где в основе будут находиться общечеловеческие духовно-нравственные основы. Все мы – люди, и у нас одно место проживания, земля, одна национальность, человечество, одна ценность, жизнь, благодаря которой мы можем достойно реализовать себя и смысл своего существования в высшем духовно-нравственном аспекте. Сейчас только слепец не увидит надвигающихся событий. Если сегодня ничего не сделаем, то завтра будет поздно. Какое наследие мы оставим нашим детям и внукам? Смерть за глоток воды или жизнь в духовной внутренней свободе? Право на смерть или право на жизнь? Людям пора возвращаться в русло добра и человечности, пока корабль цивилизации вместе с его направляющими не разбился о скалы политического эгоизма и жреческой жестокости. Пора менять взаимоотношения в мировом обществе и начинать нужно каждому с себя. Цитата из доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле Эффективные пути решения данных проблем Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. АЛЛАТРА ТВ.